Знаете, мне кажется, просто люди настолько зашорены, настолько раздрызганы во мнениях, и они не понимают, куда повернуть голову. И понятно, что направление этого взгляда и этой головы, как вот есть поговорка, да, муж – голова, а жена – шея. Вот куда шея повернет, туда голова и смотрит. Вот пропаганда в роли шеи возникает. Просто если ее больше, если все время долбить в одну точку, то все начинают смотреть в одну сторону. Да, наверное, это нормально. Но в конечном итоге не выигрывает ни одна, ни другая сторона. Не та, которая пропаганду проплачивает, и не та сторона, которую эту пропаганду слушает. Поэтому по мне так надо возвращаться вообще к истокам. К истокам – это даже не к истокам, писать новую веру. Потому что, как правило, история показывает ни христианская невера, ни мусульманская, она ничего, ну, миру не дала, кроме войн. Потому что все время это какие-то религиозные войны. Как говорил наш историк, все религиозные войны – это повод для захвата другой земли, чужой земли. Но, извините, это все строилось под какой-то эгидой, со знаменами Аллаха или Христа, или еще что-то. Значит, что-то не работает. Финансовая система тоже не работает. Но, мне кажется, тут надо пропагандировать, но это никому не выгодно. Надо возвращаться к человеку. Во главе угла должен стоять человек, его жизнь, его мироощущение, его мировоззрение. Но это уже строится непосредственно. Чтобы человеку было, чтобы он жил в этом счастливо. Чтобы не нес бремя. И нам не внушали о том, что это грех, или за прошлой жизнью, или в этой жизни. Но, извините, почему-то одни богатеют, и что они такие, убивая, заказывая человека, или рейдерские захваты. Но при этом они круто себя чувствуют. А все остальные, им только остается уповать на Христа, и молиться, и говорить, вот у меня такая жизнь. Нет, не работает это ничего. Я, может быть, какие-то вещи странные, сумбурные говорю, и непонятные для некоторых людей. Но, мне кажется, я это понимаю. Потому что, вот, во главе условий, прежде всего, религии или верой должна стать жизнь человека. И неважно, каким духовным путем он, эта душа идет, этот человек идет. Во что он верит, и как он верит. Но если это дает ему становиться лучше, становиться творцом, или сотворцом этого мира. И, мне кажется, любого человека спроси, никто не захочет, чтобы в этой жизни была война, в этой жизни были педофилы, в этой жизни было убийство родных людей, в этой жизни был алкоголь, который свовит людей с ума, которых опускает на самое дно, наркотики. Никто же не хочет. Откуда это все появляется? Вот если мы вернемся к человеку, если каждая ценность одного человека будет для всех, именно, и не надо заставлять, это его выбор. Но мы все стремимся все равно к лучшему. Мы хотим жить хорошо, мы хотим жить в мире, мы хотим жить в добре, взаимопонимании. Есть какие-то вещи. Вот если мы к этому вернемся, и это очень много заложено и в древней веры, и в мудрости. Это и в Библии заложено, это и в Коране заложено. Вот если мы к этому вернемся и будем жить, тогда, мне кажется, хотя идеалистично, наверное, я говорю, но, как сказал один из великих, не бойтесь мечтать. Мечты иногда могут сбиться.